Начать запись и поехали. Сегодня про политику поговорим, народ, но прежде хотелось, прежде хочется кое-что с вами добить в старом коде, чтобы политику правильно использовать. Смотрите, не помните ли вы, когда мы сохраняем пост, мы же не передаем юзер-ид, да? Типа, чей это пост? Кто написал, типа, пост? То есть, почему-то я это не вижу у себя сейчас. Давайте чуть побольше сделаю. Вот так нормально, да? В пост контроллере в сторону мы передаем часто title, content, категория-ид, create, но нет юзера-ид. Давайте создадим юзер-ид. Просто мне казалось, что мы его создавали. в create-blade-php у нас есть формочка методом пост, идет в пост-стор, да, народ? И здесь у нас нету все-таки, да. Подождите, вот это вообще. На пост-стор. Категория, которую он выбирает, идет title, и все. Правильно? Контент еще, где контент? Вот он, контент. Давайте здесь тогда сделаем этот... Почему не передавали, не могу понять, или нет, в store, create. А мы можем, по идее, здесь сделать. Смотрите, мы можем здесь ничего не передавать, в своих прям формочки. Мы можем прям в контроллере в методе store сюда передать, как юзер-ид. Юзер-ид передать. Рекласс подарила взять. Можно с реквестом, а можно прям, помните, этот класс house. Класс, который нам достает... Можно достать объект юзера, который сейчас залогинен. Можно как бы у него ID взять. Вот таким вот образом. Я думаю, вот так можно сделать. Все, попробуем. Единственное, этот house мне нужно будет его подключить, если я не подключил. Я тоже подключился. Что он ругается? Смотрим. Не ругается, просто предпочитаю. Not found. Not found. Not indicum. Ну, говорит. Ну, сейчас посмотрим. Вот так. А, вот так. Это как метод, кажется, идет. Метод, который кидает вам ID обратно. Единственное, нам нужно, нам нужно, теперь, что нам нужно. А, народ, в этом, так как мы создаем... Здесь модели его добавить, да? Да, в модели добавить его как fillable. То есть, потому что мы массово создаем массовые заполнения данных. В модернах мы fillable кидаем юзер ID. Это одно, да? А, что еще? Наверное, все. Я хочу еще посмотреть. Мы его вообще создавали, я уже запутался в этом, в миграциях. Сейчас посмотрю. Ну, да, он есть, да? Да, вроде. Пуск, и там, как дефолт, нажимал, по-моему. Ну, и был, он был. Ну, ладно, пусть стоит, ну, пока. Сейчас попробуем, давайте еще раз перезагрузим все. У нас ничего, сейчас еще нету. Артисан, все. Так, он пошел. Так. Купи. Так, идем. Так, давайте за... У нас же, кстати, create же не зайдет, если мы... А, заходит, да? Давайте в роутах поменяем, чтобы он в create не заходил, если у нас не авторизован. Я иду в road, в PHP. Мы здесь все убрали, вроде, да? Все вот эти middleware. Тогда я сделаю следующим образом. Смотрите. Я создам некую группу, как теперь грамотно можно сделать. Я создам некую группу. Я вам, наверное, уже показывал это. Скажу, что тут есть middleware. Middleware. Один пока, мисс, middleware, взяла. Middleware, который смотрит на ауста. Так можно? Если нет, то давайте массив, наверное, ждет массив. Так сделаю. Middleware. который смотрит на ауста. И... Так. Иду, который смотрит на ауста. И идет дальше. Функция. Функция вот таким вот образом. То есть, все, что я вам вроде показывал, нужно здесь нет почему-то. Что можно в группу несколько роутов записать и все эти роуты сделать под middleware. Нет, не показывал. То есть, есть такая в роутах группа. Группировать несколько маршрутов под один middleware. То есть, все, что будете внутри писать, они все должны, все эти маршруты, как бы, будут, туда будут запускать, если вы аутентифицированы, да? И здесь мы можем написать конкретно, что? Наш вот этот ресурс пост. Но смотрите, не все. Мы можем сказать only. Only. Или давайте вот так лучше. Лучше accept. Accept. И в массив кинем. Все роуты и поста, кроме индекса, то есть в индекс-то люди могут заходить без аутентификации. И шоу давайте сделаем. Вот. То есть, кроме индекса шоу, все будут закрыты аутентификацией. А в индекс-шоу можно без аутентификации заходить, да? Кроме индекс-шоу, все пять остальных получается. Это апдейт, дэлет, create, store, да? Вот эти все методы. А здесь делаем то, что не в группе стоит, а вот отдельно, да? Здесь делаем что? Здесь делаем only тогда. Only. Index. Шоу. Да, народ? Можно было даже это не писать, по идее. Ну, давайте лучше так. Пусть. Еще нужно писать, чтобы зарегистрировать именно вот эти два. чтобы они были в роутах. А здесь мы регистрируем 5 без них. Окей? Вот так сделаем. Еще раз давайте. Вот после, обязательно после того, как вы роут почистили, да? Или там роут изменили, вопечки. Обязательно сделайте Artisan Optimize. Еще раз запускаем. Обратно заходим. Давайте обновлю. Я вот не залогинился. Хочу сделать create. Он не пускает, видите? Но я могу зайти в какой-то пост и посмотреть без проблем. Даже если я не залогинил, могу. Вот этот шоу, и индекс работает. А иди там, что это, это все, это все уходит туда. Поняли, да, народ? Закрыть. Иду в основную. Теперь, попробую сделать create.post, залогинившись create.post, скажем, post azamat, посмотреть, чтобы он, сохраняет ли он мой ID, azamat. Create. Вот он говорит, что undefined метод user ID. Так, давайте смотреть. Он ругается на вот это, да? Так, моделька, моделька, пост контроллер. Ну, короче, наверное, на наши user ID ругаются, которым мы сейчас сделали. Единственное, почему, давайте посмотрю тут, out, поищем, что там не то. А можно, кажется, просто out ID вызывать. Сейчас посмотрим, ва-ва-ва. Давай не седьмой, а девятый, да, у нас сейчас? Out. Тух-тух. Вот есть out user, смотрите, а можно вот так, правильно будет вот так, да, вызывать? Out user возвращает вам объект user, а out ID возвращает вам ID. Хотя можно было его так сделать, что уже есть ID. Попробуйте, попробуйте, для интереса. User это объект, у него уже есть ID, по-любому. Еще раз попробуем. назад. Create еще раз зайду. Post second. Скажем, кино, create. Ну вот, создал вроде. И я хочу в базе проверить. Вот, пост. Это не то. Он не создал, да, получается? Это же, а нет, блок 22 же, значит, блок 22, пост. Вот, да, пост second, народ, если видно. С ID-шником создал теперь. До этого все нулы были, мы до этого без ID-шника кидали. Теперь нормально все. ID-шник один, юзер должен быть, это я, вот Азамат, у меня ID-шник один, у меня роль ID-2, у Марата роль ID-1. Роль ID-1, это кто у нас? User. Марат юзер, я админ получается. Азамат это админ. Сейчас это нам тоже понадобится. Окей, теперь, теперь насчет комментариев, народ, тоже чуть-чуть и подправим, и потом начнем писать политику. Иду в комментарии, здесь все вроде нормально работает, поисправляли. Комментарии у нас где? в шоу, showblade.php, то есть, когда показывается один пост, мы показываем все его комменты. Вот. Хочу в базе проверить, у поста, то есть у комментариев, где у нас комментарии? Где у нас комментариев? Вот коммент. У коммента, что важно, есть юзер ID. ааа, я вспомнил, мы для комментов делали юзер ID, народ, не для постов. Вот оно что. У нас был коммент, контроллер. Вот, мы здесь юзер ID, креей делали, вот так сразу. Можно вот так, можно юзер, тире ID, стрелка ID. Просе, я что-то думал, где-то мы делали вроде. Теперь, давайте коммент сделаем так, чтобы он мог удаляться. Я иду в шоу. Так, мы здесь что использовали? Это у нас что делает? Вот это ID для поста, у нас полнарод? Да. Так, это для поста ID, он вроде отдельно работает, вот все комментарии мы вытаскиваем, просто листает ему. И здесь у нас, если авторизован, если авторизован, то он может написать коммент. Окей. Теперь сделаем еще кнопку удаления комментария. Вот где показываем все комменты. Так, где встать, давайте как лучше сделать сейчас. По всем комментам бежим, показываем. И рядом нам нужно добавить кнопку удаления. Да, кнопочка. Да, мы сейчас кнопку удалить добавим, но у нас будет работать как, типа, любой может удалить коммент, я могу удалить там чей-то другой коммент, он может мой удалить, а потом мы будем добавлять политику, что я могу только свои удалять, например, и там поймете. Так, ну давайте здесь сделаем end for each, и для каждого, для каждого у нас будет, давайте немножко, рядом с этим, с этим листом, наверное, да, или как лучше сделать, нет, внутри, внутри. так, давайте с этого, примерно давайте будем фигачить, не будем сильно дизайн уходить. Так, у нас будет еще народ, знаете, что? у коммента должен быть юзер, у нас есть, кстати, сейчас посмотрим, коммент, идем в коммент.php, а вот есть юзер, типа, кто написал этот коммент, супер, мы сейчас будем ей пользоваться. так, давайте здесь, тогда в лист item, сюда же, сюда же, в лист item будем делать следующее, я текст коммента вырываю здесь, делаю дивку, дивку, сейчас увидите, в этой дивке я делаю, лист group item, давайте здесь добавлю пару штучек, дисплей flex, вы же flex проходили, justify content between, давайте, это, если вы пишите такие классы, вы как бы тянете эти, flex, он как дисплей flex идет, сразу с таким атрибутом, justify content, равно between типа, вы же проходили, да, или не проходили, проходили, online items, можно, вот эти вещи, как, они готовы в буст рапе, как классы лежат, просто, и див у меня будет класс, здесь у меня будет, по, мс это, маржины, по, по старту 2, скажем, и не аута, да, просто этот, дизайн, особо не смотрите, здесь я, сделаю еще одну дивку, хочу сделать, чтобы сразу у вас красиво вышло, это я запомнил, до этого подготовился, фу, вот, здесь я пропишу народ, здесь я пропишу, комментовский, не текст пока, у коммента есть юзер, так что, посмотрели, в модельке есть метод юзер, и у этого юзера есть ней, то есть у коммента достаю юзер, и у юзера достаю ней, вот так, ну, типа, кто этот коммент написал, давайте напишем здесь, wrote it by, написан, вот так, типа, что-то, потом мы сделаем здесь формочку удаления, а текст поставим, вот здесь давайте текст поставим, вот так, прям, здесь сейчас посмотрим, нормально должно быть, и вот здесь, я сделал кнопку удаления, но кнопка пучка удаления, это не будет просто кнопка, вы же понимаете, что для удаления должен создавать формочку, наорот, который будет методом делета работать, там, пост внутри делета, как мы раньше делали, здесь у нас будет, wrote, какой wrote у нас, сейчас посмотрим, удаление комментария, да, должен быть, или мы не создавали, сейчас быстренько посмотреть, вроде не идеально, да, пичпирует, пичпирует, сомн, есть, комменты вообще, отсутствуют, но мы что-то делали, а вот коммент, есть, коммент, коммент, да, он есть, дистри, дилет, коммент с дестрой, коммент с дестрой, здесь, айдишни комменты, надо дать, коммент с, яйдишниками, тогда мы говорим, окей, в wrote, мы говорим, что у нас, коммент с, дестрой, название роута, передаем туда, айдишник, запятая, айдишник сюда, айдишник коммент, у нас вот есть, коммент перемены, и его, айди, передам его айди, методом пост, методом, что за собачку, метод пост, так, внутри, кнопочку, да, просто, здесь, никакого надписи, ничего не будет, ни заполнения, просто будет кнопочку, он нажмет на кнопку, а здесь же тоже надо будет, метод поменять, типа, дестрой, да, у нас здесь должен быть, CSRF, во-первых, и метод до дестрой, как мы до этого делали, и здесь у нас будет просто кнопочка, на которой нажмется, если он нажмет, у нас сразу формочка, выкинет вот сюда, с таким идишником, этот пост, то есть никаких импутов не будет, просто кнопка будет, type submit, сразу давайте сделаю, здесь напишу, здесь даже ничего писать, не надо знать, знаете, сделаем по грамотни, делаем по крестик, крестик сделаем, да, это сейчас я быстро, сперва я напишу, он клик, return, confirm, типа, при удалении, давайте у него спросим, хотя бы, типа, что ты удаляешь, а еще, типа, ты уверен, и сделаем, добавим класс, чтобы он сталкались, крестиком, класс, бтн, и бтн-класс, вот, бтн-класс, класс, чтобы он их нарисовал, так, вроде все, сейчас проверим, но сейчас, так, цвет, цвет красный, если поставить, денджер, или там нету, да, для баттона, да, ну вот, для крестика, а там крестик его, сейчас увидите, он не такой, чтобы цвета, он просто крестик, так, просто бывает, еще красный делает, ну что, на можем красный, там, бтн, надо найти, я знаю, что бтн-класс, просто, заходим, вот, сейчас можно, по идее, кажется, удалять, хоть что, давайте я проверю, в базу, в коммент залезу, вот у нас, 4 коммента есть, новый коммент мой, это, азаматовский, коммент, я захожу, так, короче, это не на сутан, это чьи комменты, а, это не мои комменты, да, смотрите, а, нет, все мои комменты, ну, давайте попробую удалить, просто удалиться, или нет, просто, поздругой, вот, окей, а еще, окей, а, теперь, здесь ошибка, а, мы в destroy не прописали народ, в контроллере, идем в контроллер, коммент контроллер, метода destroy нет, у нас народ, public function destroy, мы в destroy кидаем же, коммент, то есть здесь можно писать, коммент, и просто напишем, мы же кидаем идишник, он по идишнику сразу, объект коммента вытаскивает, мы ему говорим, коммент точка, и говорим, например, return, redirect, redirect, давайте back, то есть откуда, пришел туда же, давайте с, сообщением, со сообщением, документ у вас, или этот, successfully, удалился комментарий, там давайте перехватим его, у нас где в индексе, была такая тема, вот этот, месседжи, сразу заберем, чтобы время не тратить, вот эта фигня, если в session есть message, это я с индекс блэйд забираю, и кладу себе в show blade, где я удаляю комментарий, и кладу его, а у нас есть, оказывается, в show тоже есть, оказывается, почему-то, ладно, еще раз попробуем, возвращаюсь назад, здесь обновляю, ничего не удалилось, да, все четыре стоят, коммента, теперь обратно, и давайте попробуем удалить, run by the map, окей, все, документы у вас, и сразу же мы видим, что он удалился здесь, заходим сюда, обновляем, вот, он удалился, но здесь одно но, смотрите, если я юзер иди, сейчас поменяю, или зайду под другим юзером, скажем, я все равно могу удалять его комменты, давайте протестим, сделаю логаут, зайду под маратом, или кто там, maratjmail.com, логин, maratjmail.com, 11.123, логин, вот этот дэшборд, надо народ сделать, чтобы он не сюда переводил, давайте сразу сделаем сейчас, это вот в контроллере, который нам дали уже, этот салтентификация, помните, сейчас мы пойдем, аус, контроллер, аус, authenticate station контроллер, здесь, после того, как он, где-то у нас, вот, да, вот здесь, store, store, да, походу, да, после того, как он нам, за authenticate, когда мы пройдем, он нас кидает, 3D, рейт, интендент, там, куда-то, куда-то, не в тему, home, а home, если, если пройти туда, то видите, что это в дэшборд, он скидает, давайте мы-то все, нафигу, берем, вот, постс, индекс, индекс, вот так же у нас вроде было, вот так давайте сделаем, а то, надоедает, сейчас, давайте опять логаун сделаю, опять куда-нибудь типа, идите, зайду, мне выкини сюда, евмарата, 1,1,3, логин, и вот теперь постс, теперь нормально, и смотрите, я теперь все равно могу удалять, например, захожу в Алматы, я могу все равно удалять, хотя, видите, народ вышла вот эта тема, road by Azamut, то есть, если я сейчас напишу, еще какой-то про этот, мой коммент, скажем, коммент, вот, народ вы здесь? да, да, вот смотрите, коммент от Марата, road by Marat, видите, вышло, и так далее, но я, как Марат, могу удалить Азаматовские комменты, как ни странно, вот, я могу смело удалить, обновлю, его нету, считайте, надо теперь нам политика, эту тему решить, вот, теперь, про политику, идем, 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 в шоу я хочу, сейчас, секунду, так, это мы куда идем, вот здесь, да, это мы в шоу сейчас стоим, я хочу кое-что посмотреть, и быстренько в шоу, где шоу у нас, шоу пост, выходит пост, пост кидаем, ну ладно, в общем, в общем, в общем, в общем, давайте начнем с политики, для того, что политика, это что-то типа мидуэра, тоже какая-то проверка, если, в гугле, почитайте, то, мидуэр, я вам кажется, говорил уже, то, что, более такая обширная тема, что, мидуэр, вы можете роуты закрывать, как обычно это делается, можете свою создавать, или есть готовый мидуэр, как аус, вы можете на какие-то роуты, эти мидуэр ставить, и все эти маршруты будут через эти мидуэр проходить, или свои можете создать, и так далее, А политика это тоже что касается безопасности, но она более мелкая политика. Такие более мелкие вещи, то есть разрешено ли ему что-то удалять, что-то создавать, что-то писать, комментировать и так далее. Вот эти более мелкие вещи можно удобнее делать политикой, хотя можно тоже заморочиться, сделать медовую. Давайте покажу, чтобы вы примерно поняли, какие вещи конкретно делаются. Я захожу в терминал, здесь я создам политику, я пишу php artisan make policy, типа make model, но у нас make policy будет. Давайте мы сделаем сейчас policy для... Пока давайте начнем с этого, с поста, потом в комменты перейдем. У нас будет policy и правильно нужно называть название политики. Опять же, Ларвел проверяет, как политика названа. То есть, если у вас есть, если у вас есть как бы модель пост, и вы хотите, чтобы эта политика работала именно с постами, там редактирование поста, создание поста, да, то так же называете вот здесь прям как пост. То есть, начинается название модели и полиси, вот таким вот словом, пост полиси. И это просто будет название класса, еще можете вот так сделать, тире-тире моду, равно и название этого. Вам видно, нет, он что-то темным делает, пост. Название этого модели. То есть, сейчас я давайте. Да, видно. Ну я в телегу на всякий. Короче, я вот так сделал. Ну пост, ну что-то вниз его потянул, пойдет вот так. Вот так, да. В общем, вот так. Привязывайте его к модельке пост. Почему? Потому что он сейчас увидел внутри, создаст уже готовые методы с этим, именно с моделью постами. Это одно делает название, второе дело, что вы его связываете с постом. Когда вы пишете тире-тире моду пост, у вас такая вещь появляется. Политика она вот где АПП, не HTTP, не модели, а вот полиси создаются. Видите, папка полиси есть, есть пост полиси. И то, что вы писали тире-тире пост, тире-тире моду пост. Вот вам сюда в методы, можно было ручками прописать, а можно было сразу это сделать вот так. Здесь смотрите, какие методы пошли. Чем-то они похожи на контроллеры. Сейчас я покажу. Чем-то они похожи на методы контроллера, типа пост контроллера. Но называются по-другому. ViewAny, типа, если вот эти все функции народ, они возвращают или true или false. В политике функции возвращают только true-false. И какая логика здесь идет, типа, вот, например, начнем с этого view метода. Чуть побольше сделаю. Вот метод view, куда передается юзер и куда передается пост. Если мы здесь делаем просто return true, например, да? Ну, так мы сейчас не будем писать, мы сейчас немножко логику пропишем. То это означает, что вот этот юзер это тот, кто сейчас аутентифицирован, залогинен. То есть залогиненный юзер может смотреть конкретно какой-то пост. Давайте лучше вот так сделаем. Сейчас так не поймем. Лучше его использовать сразу. То есть view это, что это когда какой-то юзер может смотреть какой-то пост. Если мы возвращаем true, значит он может. И у него есть права типа. Create это когда юзер может вообще создавать посты. Почему посты? Потому что мы сидим в пост-полисе. Здесь конкретно все про посты. Типа юзер может создавать, если посты, любой юзер, тогда да. Если у вас какая-то логика есть, что юзер вообще не может посты создавать, только админ, скажем, здесь надо вернуть, например, false. Или вообще кнопки не создавать. Одно дело кнопки не создавать, create post. Другое дело, что еще на бэкенде тоже надо защищаться. Потому что если у вас есть там, не знаю, если каким-то образом он захочет создать, чтобы... Ну, дополнительная, короче, безопасность здесь. Здесь update. Может ли юзер какой-то пост апдейтнуть, не может и так далее. Но мы сейчас с вами, чтобы вам было понятнее, да? Сейчас вы сразу поймете. Я покажу один пример. Давайте сделаем так, чтобы... Я сейчас зайду в новобар. Здесь, как вы знаете... А, давайте, смотрите, в базу зайду. У нас немножко здесь... До этого мы же без юзера создавали посты. Зайдем в посты. Помните, вот у нас юзер-айди вообще везде нул стоит почти. Только последний мы смогли создать с юзером-айди. Давайте я здесь просто вручную пропишу. Кто-то, типа, создавал марат, какие-то создавал азамат. Да? Ну, главное мы сделали, чтобы он юзер-айди сохранял. Просто до этого мы не делали, поэтому... Вот так сделаем, народ. Вот. Какие-то создавал азамат, какие-то создавал марат. Это юзер-айди в постах. Теперь мне нужно что? Мне нужно сделать, чтобы... Ой. Чтобы... Сейчас. Вот. Вот везде я вижу кнопку edit. По сути, я могу сейчас edit-нуть любую, да, вещь. Независимо, это маратовский или мой пост. Но по-хорошему я должен делать edit только своего поста. Edit и update я должен только своего поста сделать. Для этого здесь идет конкретно связь между юзером и постом. Юзером, который залогинился, и постом, которым хочет сделать edit. Сейчас нажмет сюда. Теперь мы что делаем? Мы заходим в наш полиси. В наш полиси. Именно пост полиси. И заходим в метод edit, например. Или update. Update или edit. Edit же должен был называться. Ну ладно, update давайте. View any view create update. Давайте в update зайдем. Здесь я сделаю вот что. Если скажу. Он может апдейтнуть только если, return. Только если, наверное, подумайте, что будет. Здесь на логику чисто. Если его идишник совпадает с этим идишником поста. Если вот этот юзер, который хочет сделать апдейт. Да, юзер идея совпадает с поста идей. Если да, его ид равен, равен вот этому посту. У поста есть же у нас метод юзер, да? И у него есть id. У него есть, кстати, юзер метод у поста. Давайте посмотрим. Все забыли нам создать. Забыли. В постмодельке мы забыли юзера создавать. Главное, мы филабл закинули его. А здесь забыли создать. Что-то похоже на вот это будет. User belongs to user class. Да? Типа. Какому юзер принадлежит? Он юзер добавил. Да, да, они же вместе стоят. Ну вот, понятно, да? Вот этот метод обязательно должен быть, чтобы я мог тянуть вот так, у какого-то объекта поста, тянуть его юзер объект. И у этого объекта я тяну id потом. То есть, логику поняли? Если юзерский id равен юзер id, который пост написал, именно этот конкретный пост, тогда я возвращаю true. Если нет, я возвращаю false. Типа нельзя. Теперь, одно дело, что мы здесь написали, теперь мы должны его типа зарегистрировать в контроллере. В контроллере мы должны, чтобы контроллер смотрел на этот метод, прежде чем сделать там edit или update. Давайте вот этот метод и на edit, и на update сделаем. Сейчас увидеть. Иду в постконтроллер и в методе давайте в методе edit тоже сделаю, чтобы вы поняли. Здесь я пишу. Там было как? This. Сейчас. Да, вот так. Да. This. Authorize. Смотрите, есть метод authorize. Типа авторизовать. This. Authorize. Ой, ёлки. Вот так. This. Authorize. Так. Здесь мы юзера мы не передаем народ. вот этого юзера передавать не надо. Он автоматно берет юзера залогиненного. Нужно передать ему пост, который он хочет отредактировать. А пост, который он хочет отредактировать, он пришел ко мне сюда. Теперь. У нас же много методов в полисе. В полисе у нас есть вот update, есть delete, есть create. Мы должны сказать, чтобы он смотрел именно на update. На update и передать ему пост, который он хочет обдейтнуть. Мы говорим, смотри на update. Здесь даже не надо говорить, что это пост полисе. Потому что мы сейчас сидим в пост контроллере, он автоматом ищет в пост полисе. То есть Laravel так сделал. Мы говорим, смотри на полисе update и кинь туда. Так. Да. Кинь туда вот этот пост. Объект поста. Вот народ, смотрите. Что сейчас будет? Приходит сюда запрос. Сюда, кстати, запрос придет по-любому. Сюда запрос не сможет прийти, если человек не аутентифицирован. Да, потому что мы это в middleware закрыли. Помните? Мы в PHP это закрыли middleware. То есть все, кроме индекса этого, индексы шоу должны пройти аутентификацию. Аутентификацию. Вот. И то есть, когда мы говорим в пост контроллере, типа, прежде чем вот это вот сделать, взять все категории, вернуть на вьюшку эдиты и так далее, пройди авторизацию апдейт с конкретно вот таким постом. Он вызывает пост полисе. Именно апдейт, кидает сюда пост и проверяет. Сюда в юзер ничего кидать не надо, потому что он сюда берет сам по себе авторизованно, да? Вот аутентифицированного человека-пользователя. Попробуем проверить, как это можно проверить. Смотрите. То есть, визуально вы не увидите разницы, потому что мы сейчас на блэйде ничего не сделали. Мы это сделали логику там на бэкэнде, но фронт-энд везде показывает эдит. Но в чем прикол? Если я попробую зайти в роте, да, видит Алматы, захожу. Ой, опять он что-то. Айди нул говорит. Так, где он? Не захотел, айди. Так, здесь что надо? А там разве не юзер айди? Ой, ёлки, да реально. Тогда, кстати, тогда нам метод-метод-то не нужен. Точно-точно. Постовский юзер айди. Еще раз давайте назад. Так, попробую Алматы иди сделать. Алматы не могу идти, но видите, 403 это краски ошибка неавторизованности. У тебя типа нет прав это делать. Попробую, например, Астана иди. Астана он дает иди сделать. Хараганда не дает. Хайрат дает. Видите? Что-то мое, что-то не мое. Он проверяет. Но это только на бэкэнде. Еще нужно сделать как? Чтобы еще и визуально он мне кнопочки убрал, да, иди ты. Потому что тоже неправильно. Одно дело на бэкэнде проверку, проходим одно на фронт-энде. Окей, мы говорим, идем на фронт-энд. Идем на show blade php. Ой, не show, а в индексе, да? У нас эти кнопки сейчас. Index blade php. И здесь идем, вот эта кнопочка, edit она где? Находим ее. Вот, ahref edit post id. И здесь мы конкретно, вот этот edit я вырезаю, вырезаю. То есть он будет показываться только если... Делать disable, ну вот ссылку, чтобы она не активная стала. Дизейбл это у нас прям здесь же прописывается, да? Израиль. Ну вроде бы да, что-то такое есть. Index blade. Так что ли? Нет, это же на кнопку кажется, Index blade делать. Тогда нужно его кнопкой сделать внутри вот здесь. И сделать disabled. Тогда нам нужно, народ, не знаю, как-то нам тогда нужно убрать вот эту ссылку что ли. Ну ладно, фиксируем. Да, это можно сделать. Ну сейчас поймете, как, если вот эту фишку поймете, я вот это вырезаю, я говорю, именно не ifppишите, а can. Can, типа может или не может. И в can, can как раз таки обращается тоже к политике. То есть, если там пишите, в пост контроллер пишите через authorize, здесь пишите вот так, this authorize на бэкенде, в блэдах вы пишите с помощью can. Это тоже фишка блэда, что он может позволять обращаться к политике. В post policy, например. Здесь мы говорим can, в скобках я пишу update опять, типа, какая политика это update, кидая тоже ему пост. У нас здесь пост есть, вот, по каждому посту же пробегаемся. Кидая пост и здесь пишу and can. Если он, can, если нам вернуть true, вот этот update true вернет, то как будто can, это как будто if, да, как будто if, типа он может update, то покажи вот это href. А else есть? Можно здесь сделать else и, типа, and can, наверно. Вот так, если не может, можете попробовать сделать, сделать не edit, а, ну, очень. Напишу просто, я просто напишу, и ссылки, например, чтобы просто понять. Вот, и попробую update нить обратно. И он показывает, где нас и, где edit. У нас не нажимая ничего не делает, без ссылки здесь edit есть. Но даже если он захочет вот так, зайдет, видит и попробует ручками, да, в этом, попробует поменять, у меня все равно backend ему не расшит. Делает, вот, да, то есть, если он захочет схитрить, все равно backend не расшит. Круто, да, народ? Так, и давайте в комментарии тоже это сделаем, но в комментарии чуть-чуть логики добавим. То есть, когда я захожу в Алматы, вот несколько постов, есть Азамат, Марат, я могу сейчас оба удалять. Здесь тоже добавим, что может удалять сам автор, или может удалять, скажем, админ. Давайте такую фишку сделаем. Или автор сам или админ коммента. Да, да, давайте. Я смотрю, у меня в юзерах есть роли-ид, они у всех есть, да? Я был вроде этим админом, а Марат был юзером. Только народ, чтобы в базу сто раз не лезть за роли-ид, типа, как понять, что роли-ид 2 это типа админ, а 1 это юзер. Можно вот такую прописать. Это не прям красиво, но именно для ролей можно, я думаю, ничего страшного написать в такую вещь. Сейчас я вам покажу, чтобы лишний раз в базу не лезть, короче. Я могу прописать, или можно залезть в базу, найти, найти там этого, роль, чё и чё имя равно админ и так далее. А можно сразу вот здесь, чтобы долго не ходить. Типа, знаете, паблик конст админ, админ равно у нас 2 будет, чтобы сразу сейчас увидеть и конст юзер. Хотя вот этих двоих 1 будет будет. Юзер 1 же у нас, да? А так можно было из базы достать. Ну, это без проблем. Юзер 1, админ 2. Вот эти 2 хотя поставим. Для чего, чтобы вот так вот делать, смотрите, это константы, они не меняются. Их можно сразу доставать с класса роль. Типа роль, там, двоеточие, двоеточие, юзер, потому что это констант. Теперь я иду не в пост-полисе, я создаю другой полисе, да? Потому что я же с комментариями теперь работаю. Народ вы здесь, да? Так, тах, тах. Народ вы здесь? Комент. Комент полиси. Или исчезли? А, исчезли, да? Народ вы здесь? Да, да, здесь. А, что-то есть. У меня что-то пикнуло, я не понял. Так, коммент полиси, модель коммент. Создаю. Иду в коммент полиси. Давайте именно на удаление сделаем. Такую логику пропишем, что. View, view, create, update, delete. Delete, напишу. Delete, когда юзер хочет удалить комментарий. Или я скажу return. Вот так, или вот так, да, народ? Вот так. Или я скажу, такая же логика, что юзеровский ID равен, равен комментовскому. У коммента тоже есть юзер ID вроде. Комментовскому юзер ID. Вот так, да? Сразу как мы там делали. Либо, либо вот этот юзер, который у нас сейчас сидит, залогинившись, его ID равен, равен, роли, модель роли. И здесь я просто выбираю админ. Двоеточек, 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 админ. Типа или он админ, или он тот, кто этот коммент создал. Одну из двух. Так, попробуем здесь. Теперь я также меняю это в коммент контроллере. Напишу this after ice. На удалении, да, народ? Ага. Напишу this after ice. На delete. Делет. Вроде у нас Телет называется. Мне туда, да, делет. И кидаю туда коммент наш. Вот так. И то же самое я делаю в шоу, в индексе. Кан? Ой, в шоу, да? Да, в шоу. Вот эта вся формочка, она будет показываться. Вся кнопка с формочкой. Если у нас кен, да. Кен, да. Делет. Здесь у нас. А где комменты? Подожди, это же постсори, сори, сори. Это что постсори. Постсори, кстати, тоже можете дописать дома. Я про комменты говорю, вот. Коммент. Кен. Делет. Коммент. Так, вот и сюда. And can. И сюда коммент. Закиню. Вот так. Попробуем. Обновляю. Я сейчас сижу от Марата. Марата, он просто юзер. Он все равно показывает, что мои можно удалить, да? Так, у нас кен не сработал. Can. Делет. Коммент. Или что у нас? Вставайте на всякий случай. Попробую закрыть зону, открыть. Оптимая сделаем на всякий. Все это сделаем. Обновлю. Все равно, да? Ну-ка. Ну так он не даст мне удалить Азаматовский, да? Марат же точно у нас юзер, да? Просто ну-ка. Еще руки. Ух, нифига себе. Что такое? Будем проверять. Кендель, все ли правильно описано, да? Амаран, Марат разве не админ? Вот, мне кажется, что он админер. Если потом ролик не поменяли его. Мы его ролик не меняли, разве сейчас так? Ролик у нас, смотрите. Юзер это один точно. Вот это ролик. Юзер, заходим. Марат. А мы. Вот это он юзер просто, он же не админ. А, мы там в коде, да, сделали? Смотрите, один это юзер. Один это юзер должен быть, а мы что написали в ролях. Ну, правильно. Так, коммент полиси смотрю. Роли админ, если равно роли админу. Либо это тот, кто создавал этот коммент. Коментовский юзер идей. Равно юзер идей. Да, что-то здесь не стыкуется, надо сейчас посмотреть. Что-то я путаю, народ, что я путаю. Давайте попробую за эту через Азамат зайду. Азамат Майл Ру, да? Так, захожу, закрыт, захожу сюда. Марат, Марат. Ну вот, я маратовский не могу удалить. Мы, кажется, там что-то перепутали с ID-шниками. Азамат, Марат, вы можете, потому что вы же админ под админом сейчас. Я как будто под я под админом же пойду, но он мне не дает маратовский удалить, видите? Значит, я там что-то где-то перепутал, я не могу понять, где. А свое могу удалить. А Марат может удалить всех. Типа Марат, как админ, сидит. Что-то неправильно, наоборот, работает. Или юзер идти равно админ. Админ у нас два. Админ у нас два. Все правильно. Здесь у нас админ у нас два. Идем обратно, смотрим. Роли. Юзер у нас один, админ два. Все правильно здесь. Юзер и так, Азамат, он вот наверху, вот это Азамат идет. У Азамата двойка. Азамат админ же, да? Да. Азамат админ, роли иди. Так, знаете, я что-то это сейчас. Так, давайте, я подумаю, что-то тут. Это уже у нас влияет вечер. Берет айдишку, а не роли. Да, кажется, здесь не то, я говорю. Здесь не юзер айди. А роли иди. Да, правильно ты говоришь. Вот она что, роли иди. У юзера роли иди. Подожди, у нас Азамата юзер его айди один, а роли иди два. Наоборот, как раз так. Да, короче, вот иначе. Молодец. Что-то вечером все гуглит. Вот, Азамат может все удалить? Я могу у Маратовски удалить. Ухожу. А теперь от Марата, Марат может только удалить. Он может только удалить свои. Потому что он не одни, он не может удалить, он может только свое удалить. Он даже если он там попытается как-то схитрить, вы штималку зайдет, все дела, да, вот так смотрите. Он может пойти, зайти в код. А, он не сможет уже, да, он не сможет. Потому что мы айдишник берем там внутри, когда удаляем, да. Здесь нету хитнайди. Но даже если бы он смог, он бы не смог. Вот, что касается народ-политики, вопросы есть? Получается, политика, чтобы понять, он через авторайз, да, делает? Да, авторайз это как авторизован ли. Есть же два понятия, аутентифицировано, это когда ты залогинился просто. И когда ты авторизован что-то сделать, или зайти куда-то, или что-то сделать, удалить там, создаваясь. Да, и политика как раз таки больше к авторизациям. Можно на бэкэнде защищать, можно на фронтэнде вот здесь вот на вблэйде и так далее. Дикольно. Вот народ на сегодня, я вот это хотел показать. Мы уже более-менее сделали, что какой-то уже логика правильно идет, что он может сам создавать, сам удалять. Можете посты тоже добить дома, что он может только свои и дитнуть там или дилетнуть. Но сейчас мы удаляем любой пост. А так можно свои и все дела. По сути, если на фронтэнде это защитить на бэкэнде? Нет, он может, иногда можно вот так кодом зайти. Что-то какие-то айдишники поменять, если хидден стоять же айдишники. Ну да, да, можно поменять. Если же нет, то есть такая штука, как... Вы уже будете работать больше апишка, есть такая штука, как постман. Да. Ну типа что-то, ну вот эти вот... Веселая штука. Я вот на работе сижу чисто постманом работы, потому что я в бэкэнде больше. Ну да, он удобнее, потому что через браузер не отправят же. Пока пост, пока он что-то делает на фронте, этот фронтэнчик, я сижу вот так постманом, короче, херачу данные. И где-то он не закрывает, доступ где-то открывает, я для этого я логиню сижу и так далее. Я эту тему тоже покажу на последних уроках, последние два логина, наверное. На Варуэльках делается, это я больше на джаве делаю сам. Вот. В общем, все, народ, если вопросы еще есть, спрашивайте. Нет, нету, спасибо. Все, добейте тут дома вот эту штучку, интересная штучка. Да, да. Всем пока тогда. Спасибо. Пока. Спасибо.